И как вы помните, мы первое, что назвали? It's too busy. Too busy. Second of all, we said that they can become what? А второе, что было вторым? Indifferent. Indifferent. А третья – это недостаток faith. And so, fourth reason would be, because we're covered with guilt and shame. Вина и стыд – четвертая причина. Было ли когда-нибудь в вашей жизни, когда вы не послушались Бога? Вам не нужно поднимать свои руки. Было ли, когда вы согрешили? Не надо поднимать руки. Было ли такое, что вы считали, что разочаровали Бога? Вам не нужно поднимать руки. Но мы это делали. Многие верующие страдают с определенными ошибками очень часто. Для некоторых это один и тот же грех. Боже, прости меня. Я не сделаю это опять, снова. В конце дня вы это опять сделали. Вина. Стыд. И поэтому вы пытаетесь еще раз. Через несколько дней. Снова. Вина. Стыд. И это продолжается. Продолжается. Может быть, у вас есть такой длительный период победы. И вы чувствуете себя, что вы растете, вы становитесь зрелыми, вы побеждаете. И вы согрешаете опять. И вам кажется, что вы возвращаетесь обратно. Вина. Стыд. И иногда мы можем обвинять себя. Глупый, глупый, глупый. Почему ты продолжаешь так поступать? Что с тобой не так? Что-то должно быть не так с тобой. Но есть один человек, который любит вину и стыд. У него было несколько имен. Мы его называем разными несколькими именами. Дьявол. Сатан. Тифф. Тифф. Тот, кто крадет. Гор. Это крокодил. Он любит говорить с вами о вине и стыде. Да, ты ужасный. Ты ужасный. Отвратительный. Тебе нужно стыдиться самого себя. Ты обещал Богу, но ты опять оступился. Ты переступил линию в этот раз. Ты ушел от терпения Божьего над тобой. Бог, скорее всего, не просит тебя в этот раз. Бог разочарован тобой. Он злон от тебя. Бог не хочет видеть тебя. Ты не стоишь того, чтобы приходить и стоять в его присутствии. Ты недостойен от того. И это такое заразное. У некоторых людей есть очень длительное и трудное время, когда они решают вопрос виной и стыдом. И когда мы стоим на этом пути, тогда мы делаем то же, что и делал Адам. Что же сделал Адам? Он убежал. Он убежал и спрятался. Вместо того, чтобы убежать к Богу, он убежал от Бога. И он убежал и спрятался. Потому что он стыдился. И это то, что дьявол хочет, чтобы мы сделали. Но убежал ли Бог и сокрылся от Адама? Нет. Он побежал за Ним. Он взывал к Нему. Он говорил, Адам, где ты? И это то же самое, что он делает с нами. Бог не говорит, потому что ты согрешил, ты не можешь приходить ко Мне. Вообще-то, Он говорит противоположно. Если ты согрешил, приди ко Мне. Почему? Потому что Он единственный, кто имеет ответ на нашу вину и стыд. И Он говорит, приходи. Давай поговорим об этом. Он говорит, что Я мою, очищу тебя. И Он говорит, что Я уберу от тебя твои грехи, как уберу восток от запада. Вы знаете, как это далеко находится? Вы думали когда-то об этом? Запад от востока. Как далеко находится юг от севера? Немного больше. Что произойдет, когда вы попадете на северный полюс? Вы начинаете двигаться на юг. Поэтому север и юг они встречаются на северном и на южном полюсе. Но если вы попадете в джет, Если вы попадете на самолете И вы начнете двигаться на запад Сколько вам нужно двигаться, чтобы попасть на восток? Вы никогда не встретите восток. Вот по этой причине Он говорит, что восток и запад никогда не встречаются. Вот по этой причине Бог говорит, что Он так далеко уберет от нас грехи, Как находится восток от запада. Они уйдут полностью. Они уйдут. Он уберет их далеко-далеко. Бог избирает прощать. Он Бог. Бог знает все. Но по своей справедливой воле Он делает выбор. И Он выбирает прощать. И по той причине, что Он Бог, и Он выбирает прощать, Он делает. Понимаете ли Вы это? Если Он говорит, что Он прощает и прощает, то это означает, что Он простил. Мы не находимся в прощаетхе. Он не ставит нас в прощаетхе. Пробейт. Кто-то, кто был виноват, который был виноват. И потом они должны пройти период времени, чтобы показать, что они реабилитированы. У нас нет такого, как бы, испытания или испытательного срока в этом. У нас нет такого, как бы, условного освобождения. То есть, у нас... Знаете, что каждый раз, когда Бог вас прощает, то вы полностью прощены и приняты? Значит, что... Провозглашенный полностью невиновным. Если Вы преступник, Вы совершили преступление. И у Вас есть обвинение. И Ваш преступление записано в записи. Да. Если Вы совершили много преступлений, они все записаны. Но некто с властью... Он может сказать, что Вы не виновны в этом преступлении. Что это значит, что эта запись, она вычеркивается. Ее нет в записи. И это означает, что этот человек никогда не совершил преступление. Это то, что Бог делает с нами. Он забирает это из записи. Таким образом, что мы никогда не согрешили. Это то, что значит быть... Быть праведником. Павел использует слово «оправдание». Оправдание. Да. Хорошо. Это означает, что вы не совершили греха. Наши записи, они полностью очищены. Полностью. Вы можете сказать, что дайте мне пару дней, и я сделаю что-то, и эти записи вернутся. Но когда Вы исповедуете свои грехи, Он верен и правен, чтобы вы их простите. И очистить нас от всякой неправды. Он поэтому опять очищает ее. Полностью невиновный. Но не только Он это делает, очищая наши записи. И Он записывает кого-то в нашу запись. Как вы угадаете, чью запись Он ставит вместо нашей записи? Иисус. 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 В записи Ишуа. Нет. Нет. Он невиновный. Прощен. Полностью. Полностью. И не только прощен. Омыт. Очищен. И Он говорит. Я беру Твой стыд. Я беру Твою вину. И ты не берешь ее больше не нес. Автор послания к евреям говорит, что мы можем приходить к престолу Божьему. Какому престолу? О каком троне я говорил? Мы приходим к престолу милости. Какой трон? Милость. Милость — это не осуждение. Мы приходим к трону престолу милости. Почему? Потому что мы нуждаемся в милости. И Он дает ее нам. И мы, как сказано, приходим с дезиновением. Видели ли вы когда-то собаку, которую обижали? Которая была обижена. Которую били. И вы хотите подойти ее и поднимаете руку над нее головой. И что же такая напуганная собака делает? Она опускается вниз. Потому что она ожидает, что вы можете ее ударить. И если вы даже сделаете такое движение, что вы хотите ее ударить, она не только опустится вниз, но ее хвост опустится между ног. И она убежит. Видели ли вы такое? Я хочу, чтобы вы кое-что знали. Мы никогда не прячем свой хвост между ног, входя в присутствие Божьей. По причине Божьей милости и святой крови Его Сына Ишуа. Наша вера помогает нам осознавать, когда мы приходим к Его простолу с полной уверенностью и дерзновением. Мы получаем Его благость и милость. И мы должны. Ишуа, Он взял и справился с нашей виной. Он забрал стыд и вину от нас. Не позволяйте дьяволу выиграть. Не позволяйте вине и стыду увести вас от Бога. Позвольте ей привести вас к Богу. И Бог вас простит, омоет, очистит. Сделает вас полностью чистым. И вы будете полностью новыми снова. Аминь. Какие из вас имели грязную пляжу в вашем доме? Кто из вас имел грязную одежду хранящуюся в вашем доме? Да, да. И может быть, вы пришли к тому моменту, где вы имели так много, что вы даже не имели чистые пляжи, чтобы надеть. Было ли такое, что вы приходили к тому моменту, что ее столько было много, что вам не было что носить? О, мне нужно получить новую одежду. И вы делаете стирку. И вы ее достаете. И она полностью чиста. И чистая одежда опять. Мы поступаем так же, когда Бог нас прощает. Мы полностью чисты опять. И мы стоим перед Богом с уверенностью, что Он нас очистил и принял. Хорошо. В продолжении этого Иоанн говорит об этой уверенности. И я хочу, чтобы вы это увидели в 1 Иоанна 3 глава с 20 по 22 стих. Можете ли вы и отрыть этот отрывок? 1 Иоанна 3 с 20 по 22 стих. И Он говорит о том, что когда мы приходим к Богу с чистым сердцем. И Он говорит, дайте я сам надеюсь. И в 19 стихе сказано, что наше сердце, оно дыхает. Сейчас я точно прочитаю. Мы успокаиваем перед Ним сердца наши. И как в 20 стихе сказано, ибо если сердце наше осуждает нас, как написано в 19, вот почему знаем, что мы от истины. Это то, когда мы успокаиваем наше сердце, когда оно нас осуждает. Иными словами, бывают времена, когда наше сердце осуждает нас. Оно нас осуждает, и мы не чувствуем, что мы в Божьем присутствии, и у нас нет уверенности. такое. Но дальше Иоанн отвечает, что Бог больше сердца нашего. И написано, и знает все. И поэтому мы приходим к Богу с тем, что находится в нашем сердце. Мы принимаем Его благость и Его прощение. И далее в 21 стихе Иоанн говорит, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него. Если мы были наполнены виной и стыдом, мы в первую очередь будем даже сомневаться идти к Богу и молиться. Но даже если мы идем и молиться, вина и стыд будут противостоять нашей уверенности, чтобы иметь веру и двигаться вперед. Но Иоанн говорит, что нам не нужно оставлять этого пути. Если наше сердце осуждает нас, и мы идем к Богу за прощением, то есть две вещи, которые нам нужно сделать. Простить самого себя. Вам нужно простить самого себя. Потому что Бог простил нас, но мы до сих пор чувствуем, что нас осуждает наше сердце. Вам нужно простить самого себя. Вам нужно выбрать сделать это. И когда мы выбираем это сделать, потому что Бог это сделал. Если Бог простил нас, почему мы не можем простить самого себя? И есть одна причина для этого. Это называется гордостью. мы считаем, что мы лучше, это. Мы не можем поверить в то, что мы сделали. Я лучше, чем это. Я не хочу быть носителем плохих новостей, вестником плохих новостей. Это может звучать как плохая новость, но это хорошая новость. Оно истинно заключается в том, что вы не хуже, чем в том моменте. Ни один из нас. Бог говорит, что ни один хорош. нет праведного. Бог говорит, что нет праведного. Ни Единственное, только Бог. Поэтому нам нужно простить самого себя. И следующее, что нам нужно сделать, я вам уже говорил об этом. Когда мои дети росли у нас дома, мы им говорили о Боге, и были некоторые слова, которые они не могли говорить дома. Некоторые фразы, которые они не могли использовать в общении. Некоторые фраз таких на английском звучит буквально «закрой рот», или «закрой Да, вы лучше знаете, правильно. Мы не позволяли говорить нам как родителям такую фразу, и мы не позволяли говорить это друг другу. Но позже мы объяснили им, что есть тот, кому они могут обращать такую фразу, и это дьявол. Вы должны научиться, как говорит дьявол, заткнись. Аминь. Бог простил меня, я простил самого себя, и я говорю дьяволу, заткнись. И я имею уверенность перед Богом идти к Нему и молиться, и получать то, что мне необходимо получить от Него. Аминь. Аминь. Очень хорошо. Следующий пункт. В нашей молитвенной жизни мы должны научиться, как молиться, используя Писание. Мы должны понять, как молиться с Писанием. Являются ли все ли Писание, оно от Бога? Да. Это второе русское слово, которое я знаю. Да, оно так, и таким является. А является ли Слово Божие истинным и правильным? Да. Является ли Слово Божие по воле Божией? Да. Да. Итак, мы будем делать все хорошо, поступать хорошо, если будем молиться с Писанием. Откройте Псалом в нашем переводе 17. Я хочу научить вас, как молиться, используя Писание. Тот вариант, когда вы молитесь с Писанием, то, что мы называем, это личное применение Писания. Когда мы применяем его к себе и молимся от первого лица. Давайте посмотрим в 17 Псалм. Вместо того, как там Давид говорит, Я буду говорить и вы будете говорить. Это не отходит от Давида. Это идет от вас. Это то, что вы говорите, делаете. Вы говорите это к Богу. Как написано во втором стихе Люблю Тебя, Господи, крепость моя. Люблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь, Твердыня моя. Ты и прибежище мое, избавитель мой. Бог мой, скала моя. На Него я уповаю. Счет мой и рог спасения моего. Иногда нам нужно определить и дать определение этим словам. Что означает слово «щит»? Ты мой защитник. Знаете, что рог означает? Рог, он используется во всех псалмах. Это означает «моя сила». Моя сила. И когда мы молимся, используя Писание, нам нужно понимать, о чем мы молимся. И нам нужно иметь образ этого. Бог, Ты щит мой. И Ты моя сила. И Ты сила моего спасения. Это и мое убежище. Знаете, что означает убежище? Что это убежище? Когда ты можешь убежать. Я извиняюсь? Когда ты можешь убежать. Да, да. Убежище – это вообще как замок. Как замок. Были ли вы в замках в Украине? Где? Возле Хмельницкого есть несколько. Мой друг и я, Павел, был там в прошлом июне. Да, мы были в двух замках. И вы в убежище, в замке. Вы не только там в убежище, потому что высокие стены вас защищают, но и солдаты военные, они на стенах. Стреляют стрелами. Артиллерия. Защищают вас. Бог, Ты мой убежище. Я призову Достопоклоняемого Господа. Ты довольный перевод. И я от врагов моих спасусь. Даже, как написано, «Объяли меня муки смертные». Вы можете использовать это к себе, применять к себе. Был ли у вас такой опыт, когда вы чувствовались, что... Ну, как бы, «объяли» или... Да. А когда... Ну, у нас написано просто «объяли», но вы понимаете, о чем смысл. Да, то есть... Ну, да или нет? Нет. У вас было такое чувство, когда вы чувствовали, что вы умираете. И он сказал, «Потоки беззакония устрашили меня, и цепи ада облегли меня». У вас был опыт, когда вы чувствовали себя таким образом. И Давид в Писании помогает нам осознавать себя таким же образом. В шестом стихе. И в тесной теме я призвал Господа. У нас в седьмом. К Богу моему воззвал. И я услышал от чертога своего голос мой. И он услышал. И я знаю, что мой вопль, он дошел до тебя. До слуха твоего. Поэтому Господь он слышит нас, наш вопль. А, окей. Потряслась и восколеблась земля. Дрогнули и подвигнулись с основания гор. Наклонил он в небеса и сошел. Одиннадцатый стих. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мы продолжаем, продолжаем, продолжаем. Но вы себя ассоциируете. Да? Мы молимся, используя Писания к Богу. И все Писания, они применимы. И мы имеем такую книгу у себя, которая называется Книга обетований Библии. Есть ли у нас такая наша на русском языке? Знаете, понимаете, о чем я говорю? Обетование, библейское обетование. Да? Кто-то? Вы уверены? Нет? Давайте я вам объясню, что это такое. Это книга, в которой разделены разные разделы. Страх. Прощение. Любовь. Все разные темы. Разные темы. И в начале каждой темы используются местописания, которые касаются вот этих ситуаций. Вначале, любовь к Богу. И все местописания, которые говорят о Божьей любви к нам. О прощении. Все местописания, которые говорят о том, как Бог нас простил. О страхе. И там местописания, которые говорят нам о тех ситуациях, когда нас побеждает страх. И с чем бы вы ни столкнулись, вы идете к этой теме. И вы видите все местописания, которые касаются этой ситуации. И вы начинаете молиться по ним. И вы позволяете своей вере получать истину в контексте этих ситуаций. Вы используете гугл. Гуглите. То есть, он говорит, что все знают это слово во всем мире. Поэтому он еще одно русское слово знает. Книга обедований, библейских обедований. Погуглите и найдите ее. Пускай будет в вашей библиотеке лично. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Мы благодарим, что у нас есть Твое Слово. Что мы можем провозглашать Его. Молиться по Нему. И мы можем видеть высвобождение силы Твоего Слова в наших молитвах. Мы благодарим Тебя, Господь. Во имя Ишего мы молимся. Аминь. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...